Это письмо написано в 72-м году, в сентябре. Очень серьёзно советую вам заняться подготовкой к Цветаевскому столетию. О столетии я не шучу. Это будет ровно через два десятилетия всего только. К тому времени всяческая ситуация всячески изменится. Временное отомрёт само собой. Сегодня, кажущееся кому-то опасным или двусмысленным, это в 72-м году, через 10-15-20 лет утратит уже навсегда кажущуюся злободневность. Само время учит нас не макулатурничать. Что остаётся от вороха в печатной бумаге прошедших десятилетий? Немного по объёму, но весомо. Но надо и сверхвременно. Но тот же Бунин, та же Марина Цветаева, те же считанные имена и нетленный труд. Будет скоро тот мир погублен, Посмотри на него тайком, Пока тополь ещё не срублен, И не продан ещё наш дом. Этот тополь, Под ним ютятся наши детские вечера. Этот тополь среди акаций, Цвета пепла и серебра. Ах, золотые деньки, Где уголки потайны, Где вы луга заливны, Синяки, старые липы в цвету, К взрослому миру презренье, И на жаровне варенье в старом саду. К Богу идут облака, Лентой холмы огибая, Тихая голубая плещет ока. Детство верни нам, Верни все разноцветные бусы, Маленькой, милой Тарусы, Летние дни. Таруса – русский городок В Калужской области, Расположенный на высоком, Холмистом берегу Оки. Эти дома, очевидно, Ещё застала Марина Цветаева. Они старые и, к счастью, Сохранились. Тарусу Цветаева любила всю жизнь. Всю жизнь вспоминала этот городок И называла её местом своей души. Ока – это любимое место Марины Цветаевой, Где лучшие годы прошли её, Детство прошло. Когда-то она переплывала эту оку, Вот там далеко, в том месте, Мы потом подойдём к тому месту, Где была их дача песочная. И оке посвящено несколько стихотворений. И вот, например, вот сзади, над нами, То есть перед нами, видите, Там пляжик и такой мысик. К этому мысу приставал паром. Я его ещё застала. Его сравнительно недавно убрали. Паром ходил довольно долго. Его, конечно, рядом Сергеевна тоже застала. А у Цветаева, если кто помнит, Есть стихи о пароме, детские стихи. Она же Тарусу помнит. Ночную Тарусу, где блестит. А помните? Я просто знаю, опять не пизод, Что всё время Марина, Сатя, они всё делили в пола. В общем, у них всегда было что-то своё личное, особенное. Например, Ракуа они всегда делили. Вот Марина была тёмная, с месяцем, с звёздами. Да, ночная, она же ночь любила. Ну да, а Асина была заказная, С неположной страной. Ну и вот и стихи о религии ночной. Именно об этом. Тёмной ночью в Тарантасе Едем с фонарём. Ася, спишь, не спится, Ася. Впереди паром. Едем шагом, в гору тяжко. В сонном поле гором. Ась, слышишь, спит бедняжка. Проспала паром. В темноте Ака блеснула жидким серебром. Ася глазки разомкнула. Подавай паром. Летами мы жили в Тарусе, Куда ездили всем домом с Курского вокзала До Ивановской станции, Тарусской. И оттуда семнадцать верст по невероятной обрывами, То глинистой с глубокими клеями, То песчаной дороги, до парома. Позже до станции Ака, и оттуда пароходом. Полноценнее, счастливее детство, чем наше в Тарусе, Я не знаю и не могу вообразить. Это пишет Анастасия Ивановна Цветаева в своих воспоминаниях. Семья Цветаева снимала дачу у города под Тарусы. Дачу под названием Песочная. Если посмотреть на правый берег, Сейчас плохо видно, там будет дорога вдоль берега, вдоль Ив. Это там, где жили Хлыстовки. О чем Цветаевны? Кирилловны. Да, или Кирилловны. Рассказ этот назывался по-настоящему Хлыстовки. И мы пойдем, и некоторые Ивы мы увидим еще есть, Которые пережили Цветаевны. Ихнее гнездо Хлыстовское было, собственно, входом в город Тарусу. Последний, после скольких, спуск. Полное после столького света. Тьма сразу полная, тут же зеленая. Внезапную после той жары свежесть, после сухости сырость. За первым по левую руку ивовым плетнем невидимое за ивами и бузиною ихнее гнездо Хлыстовское. Именно гнездо, а не дом. Потому что дом за всеми этими зарослями был совершенно невидим. Когда маленькая Марина шла из песочного в Тарусу, Она проходила эту Вскресенскую горку. Конечно, Цветаева отлично знала эту горку, Потому что, наверное, прямо с нее дорога шла вот в гнездо Хлыстовское, мы и порога. Бежит тропинка с бугорка, Как бы под детскими ногами, Все так же сонными лугами Лениво движется ока. Колокола гудят в тени, Спешат удары за ударом, И все поют о добром, старом, О детском времени они. О дни, где утро было рай, И полдень рай, И все закаты, Где были шпагами, Лопатами, И замком царственным сарай. Куда ушли, В какую дальнюю? Что между нами пролегло? Все так же сонно-тяжело Качается на клумбах Мальвы. Может быть, Ребята, тропинка-то эта из бугорка, Как раз и та, которая сбегала Гнездо Хлыстовское, Оно тут начиналось. Вот эта вот Ива, конечно, Это уже, наверное, правнучка тех, Ив и вот этот тоже. Это начало гнезда Хлыстовского. Тут все равно очень все запущено, Замечательно. Кажется, что именно после Такого загущенного пространства Можно было написать такое стихотворение, Как «Лопушинный ромашный дом, Так мало домашний». Вот такой дом, который весь зарастает Разными деревьями, кустами, цветами, И совершенно невидим. Хотя все равно воспринимается как дом. Лопушинный ромашный, Дом так мало домашний, С тем особенным взглядом Душ тяжелого веса, Дом, что к городу задом встал, А передом к лесу. По медвежьи радушин, По оленьи рогат, Из которого души во все очи глядят, Во все окна, С фронтона вплоть до вросшего в глину. Что окно, то иконы, Что лицо, то руина и арена. За старым, в ней жизни жилье, Заменившим каштаном, Есть окно и мое. Вероятно, с тех пор она и полюбила Такие глухие дома, Даже во Франции. Когда последний, Одно из последних ее пристанищей Был старый-старый дом. Я не знаю, Напоминаю ли он или Тарусский дом, Но Марина Ивановна любила Совершенно правой. Кирилловны, удостоверяю это сусладой, Меня любили больше всех. Маринушка, красавица, Оставайся с нами, Будешь наша дочка, В саду с нами будешь жить, Песни наши будешь петь. Мама не позволит, А мы мамашу и не спросим, Сами увезем, Увезем и запрем тебя в саду, И никого пускать не будем. Так и будет она жить с нами за плетнем, Вишни с нами будет брать, Машей тебя будем звать. Да что ты, сестрица, Ее страшишь, ведь и впрямь поверит. Каждому своя судьба, Она и так наша мечтанная будет, Гостья наша мечтанная, Дочка мысленная. В мае тридцать четвертого года В Париже Цветаева написала, Я хотела бы Лежать на Тарусском Хлыстовском кладбище Под кустом Бузины В одной из тех могил С серебряным голубем, Где растет Самое красное И крупное в наших местах. Земляника. Я обращаю ваше внимание, В наших местах Тридцать четвертый год, И когда о возвращении Кажется даже и речи нет, А прошлое так далеко, Но все равно в наших местах Земляника. Но если это несбыточно, Если не только мне там не лежать, Но и кладбища того нет, Я хотела бы, Чтобы на одном из тех холмов, Которыми Кирилловны шли к нам в песочные, А мы к ним в Тарусу, Положили с Тарусской каменоломни камень, Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева. Кто создан из камня, Кто создан из глины, А я серебрюсь и сверкаю, Мне дело измена, Мне имя Марина, Я бренная пена морская. Кто создан из глины, Кто создан из плоти, Там гроб и надгробные плиты, В купеле морской крещена И в полете своем Беспрестанно разбита. Сквозь каждое сердце, Сквозь каждые сети Пробьется мое своеволье. Меня, видишь, Кудри беспутные эти, Земное не сделаешь солью, Дробясь о гранитные ваши колени, Я с каждой волной воскресаю. Да здравствует пена, Веселая пена, Высокая пена морская. Христос и Бог, Я жажду чуда, Теперь, сейчас, В начале дня, Вот дай мне умереть, Покуда вся жизнь Как книга для меня. Ты мудрый, Ты не скажешь строго, Терпи, Еще не кончен срок, Ты сам мне подал Слишком много, Я жажду в жизни Всех дорог, Всего хочу, С душой цыгана Идти под песни на разбой, За всех страдать Под звук органа И амазонкой мчаться в бой, Гадать по звездам В темной башне, Вести детей вперед Сквозь тень, Чтоб был легендой День вчерашний, Чтоб был безумен Каждый день. Люблю их крест И шелк, И каски, Моя душа Мгновенья след, Ты дал мне детство Лучше сказки, И дай мне смерть В семнадцать лет. Какой-нибудь предок Мой был скрипач, Наездник и вор При этом, Не потому ли Мой нрав бродячий, И волосы пахнут Ветром, Не он ли Смуглый Крадет сорбы Рукой моей Абрикосы, Виновник страстной Моей судьбы, Курчавый И гробоносый, Девясь на пахаре Засохой, Вертел между губ Шиповный, Плохой товарищ Он был, Лихой И ласковый Был, Любовник, Любитель трубки, Луны и бус, И всех золотых, И всех молодых Соседов. Еще мне думается, Что трус Был мой Желтоглазый Предок, Что душу черту Продав за грош, Он в полночь Не шел кладбищам, Еще мне думается, Что нож Носил он За голенищем, Что ни одна Однажды из-за угла Он прыгал, Окошко гибкий, И вот однажды Я поняла, Что он не играл На скрипке, И было все ему Нипочем, Как снег Прошлогодний Леток. Таким Мой предок Был скрипачок, Я стала Таким Поэтом. В пятнадцатом году Еще совсем Денький полководцем, Уж ветер стелется, Уже трава просе, Уж скоро Звездное в небе Застынет вьюга И под землею Скоро уснем мы все, Кто на земле Не давали уснуть Друг другу. Возгласами звонкими Полон экипаж Ах, когда же вынырнет С белыми колонками Старый домик наш В экипаже песенки Каждая о своем Вот аллея длинная А в конце у лесенки Синий водоем Марина Иванова вспоминает Дача песочная Старый барский дом Исчезнувшего именья Пошедший под дачу Дача песочная В двух верстах от Тарусы Совсем одна В лесу На высоком берегу оки С такими березами Это то, что осталось От дачи песочная Таруси Дача, где несколько Счастливых лет Провела семья Ивана Владимировича Цветали Значит, это Остатки фундамента дома Дом существовал До конца 60-х годов Это деревянный Был небольшой дом И в кругом Там, не видно отсюда Давно был превращен В дом отдых Один из корпусов Дома отдыха А потом Помню, как еще Ариадна Сергеевна Очень просила меня Снять этот дом Я его снимала Ходила сюда Снимала снизу даже Она как чуяла Что его не будет Когда его снесли Она больше никогда Сюда не приходила И видеть этого Не могла Значит Иван Владимирович Цветаев Посадил 4 ели В честь своих 4 детей Я говорю, от второго брака Вот одна из этих елей Сохранилась Это явно та ель И, по-видимому, еще одна В той стороне Их, кажется, две Одна, в всяком случае И дом с таким чудным фундаментом Вы видите остатки Он же даже не уничтожаем Подправлен этими плитами И служит теперь фундаментом Танцплощадки Вот так С фонарем Обшарьте Весь подлунный свет Той страны На карте Нет В пространстве Нет Выпито Как с блюдца Донышко блестит Можно ли вернуться В дом Который Срыт Заново родися В новую страну Ну-ка, воротися На спину Коню Сбросившему Кости Цело-то хотя Эдакому гостю Булочник Ломтя Ломаного Плотник Гроба Не продаст Той ее Несчетных верст Небесных царств Той, где на монетах Молодость моя Той России Нету Как и той Меня Мы на даче За лугом ока Серебрится Серебрится Как новый клинок Наша мама Сегодня царица На головке У мамы Венок В светлом Платице Давно Знакомым Улыбнулась Я себе Из тьмы Старый сад Шумит За старым Домом Почему Не маленькие Мы Почернела Дождевая Катка Вензеля На рубчатой Коре Заросла Кракетная Площадка Заросли Тропинки На дворе А хоть Что-нибудь Осталось Здесь Со времен Марина Цветаева Осталась Только природа Осталась Ока Остались Холмы Остались Деревья Все До чего Не коснулась Рука Человека Что еще Не успела Опоганить Рука Человека А что Касается Дома Цветаевского Это был Дивный Сад Тополя Бузина Черемуха Сирень Малина Смородина Крыжовник Все Утопало В этой зелени Это был Рай Настоящий Орешник Внизу Был лук Ну лук Сохранился Более-менее А то, что сейчас На этом месте Вы видите Зачем Все это Кому От этого Стало Лучше Ни в молитве Ни в песне Ни в гимне Я забвений Найти не могу Раннее детство Верни мне И березки На тихом лугу Мы шли И не видели Никаких примет По дороге Что в этом месте Жила когда-то Марина Цветаева А в этом доме Жила ее дочь Этот дом Мог бы быть Музеем Марина Цветаева Но он был продан Случайному лицу Таковы были тогда Условия Жизни нашей Это свидетельство Нашего Всеобщего Равнодушия Здесь На берегу Реки Таруски Находится Могила Ариадна Сергеевна Эфрон Она хотела Чтобы ее Похоронили В Тарусе Это единственный Памятник Всей семье Над которой Тяготел Рог Несчастье Могила Цветаевой Неизвестно Могила Сына Неизвестно Могила Мужа Цветаевой Неизвестно И пусть Именно здесь Прозвучат слова Из предсмертной Записки Марины Цветаевой К сыну Прости меня Но дальше Было бы хуже Передай папе И Але Если увидишь Что любила их До последней минуты И объясни Что попала В тупик Может быть даже Хорошо Что ее могила Потеряна И что мы не знаем Где она лежит Потому что Она как бы Растворилась В этом мире Как умела Это делать всегда Здесь ведь Было раньше Холостовское кладбище Да Его снесли Снесли Давно Да Даже когда Мы наш дом Копали Фундамент В кости Попадались Это было Очень давно Тебя не было Да Это было 30 лет Там назад В этой церкви Сначала был Хлебозавод А потом Было Склад Все время Так было Да Помню Но сначала Была церковь Потом Был хлебозавод Потом склад Саша А колокол Звонит Нас Звонит Всегда Да Там расписание Расписание Есть И много Ходит сюда В основном Бабушки Конечно Значит скоро Завершится Это очень радостно Станово Нет Еще будут Менять Всю верхнюю крышу Наверное Или там Балки Будут Менять Еще не очень скоро Еще двор Мостить Будет Вот Привезли Для этого Колокола Еще какие-то Висят В правительстве Но я точно не знаю Может Из других Церквей Сейчас тут Одна старушка Отдала Она Хранила Три колокола Церкви Там еще Даже Алтат Еще Картонный Внутри Ну пока еще Да А внутри ты был Как там? Я был Там уже есть Какие-нибудь Иконы? Там икон очень много Мы отдали Одну икону Богоматери Да Отдали Такую Толстую Толстую Библию Старую Старую Сашу Чернову Десять лет А он Помнит И раз Существуют Такие ребята Значит у нас Есть Надежда Толстую 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 Продолжение следует...